Международная конференция, объединенная темой «Послевоенное устройство Сирии. Политика и экономика общества» состоялась 10 марта в РАУ. Организаторы выразили надежду на то, что конфликт в Сирии когда-нибудь, а лучше в скором времени, завершится и задались вопросом о том, что страну ждет дальше. Политический обозреватель Антон Евстратов рассказал о конфессиональном устройстве страны, в частности, рассмотрел религиозно-политические расклады Сирии и их влияние на послевоенное устройство в стране. О связи азербайджанских террористов и войне в Сирии и как следствие угрозе безопасности НКР говорила Анжела Элибекова. В частности, она отметила, что радикальные экстремисты в довольно-таки светском Азербайджане начали распространять свою идеологию в 90-х годах, когда были созданы неконтролируемые правительством ячейки радикальных исламистов, причем как шиитского, так и сунистского толка. До сирийского кризиса в Азербайджане, в принципе, людей, которые воевали на стороне боевиков различных, государства, Ирак, Афганистан, неважно, заставить террористических организаций, их сажали на полгода, на год, потом выпускали, то сейчас уже по 15 лет сажают всех, кто возвращается, потому что пришло уже осознание того, что эти люди представляют серьезную угрозу. И для внутренней безопасности страны, потому что они не под контрольной власти, у них этническое самосознание находится ниже религиозного. Опасность подобной ситуации, по мнению спикера, в том, что террористов, которые возвращаются в Азербайджан для, скажем так, усмирения и контроля, призывают ехать в Карабах и убивать армян. Профессор Саид Эдалатниджад, присутствующий на конференции в онлайн-режиме, говорил о том, что ИГИЛ – это именно политическая группировка, которая лишь прикрывается исламом. Эта угроза появления фашизма и бороться с террористами должны в том числе деятели культуры, СМИ, которые с различных трибун обязаны призывать к миру. В рамках конференции была затронута тема участия Турции и курдского народа в послевоенном устройстве Сирии. Рассмотрены некоторые аспекты приема беженцев и вынужденных репатриантов из страны в Армению. Введение Российской Федерации поствоенного конституционного развития Сирии.